Обсудим события нашей Орды. 10 лет Миржану Альтаеву. Сколько в этих годах политики, а сколько буквы закона. До 30 ноября нам назовут имя казахстанского инвестора Арселор Миттл. Правительство нагнетает интригу. Пора снимать тизеры. Казахстан ждут три худых года. Сенат одобрил вывод 6 триллионов тенге из нацфонда на 24, 25, 26 годы. Кому-то приснились три тощие коровы. Суды, проверки, фейковые аресты. Что происходит в казах, нефтегазе? Кого задержали 22 ноября, а кого просто напугали. Почем кошмар от антикора. На поминках по Волату Назарбаеву готовили реванш старого Казахстана или у кого-то просто паранойя. Волат Абишевич умер, а его близкий друг Мирамбек Таймерденов ушел на пенсию. Конец эпохи суда Шапырашты. На ОДКБ заочно схлестнулись президент Токаев и генсек Иманголит Асмагомбетов. Поехали, но сначала поставьте лайк под этим видео. Вам не трудно, а нам польза. 10 лет суд вынес приговор Нуржану Альтаеву. Взятка в особо крупном размере. Статья 366. От 10 до 12 лет предусматривает. Прокурор просил максимум, все 12. Судья оказался снисходительней. Давайте сначала официальную часть. Суд постановил, что бывший вице-министр труда, потом депутат Можилиса Альтаев, получал деньги за общее покровительство и лоббирование интересов Палаты промышленников и предпринимателей Атамике. Всего с февраля 2018 года по июль 20-го получил чуть больше 50 миллионов тенге. Их давал председатель Атамикена Аблай Можзахметов, арестованный по другому делу. О взятке узнали из записной книжки помощника Можзахметова Амирова, куда он аккуратно записывал ежемесячные платежи. На первом заседании суда, пока суд не закрыли, Альтаев успел пообщаться с журналистами и заявить, что дело политическое. В стране идет борьба с инакомыслием и политическими оппонентами. Я предполагал, да, потому что они боятся. Видите, та информация, которую я могу отлучить, она затрагивает власти, затрагивает тех людей, которые работают в администрации президента, которые работают в Сочи, в государственных областях. И это веще коррупции высших эшелонов. Про уже знаменитую записную книжку Можзахметова мы в Орде сообщили первыми. Наша информация на суде подтвердилась. Но наши источники еще тогда, летом после задержания Альтаева сказали, в этой книжке есть и другие фамилии в расходном списке. К ним тоже могут возникнуть вопросы, но не возникли. Понимаете, если записная книжка была, то там обязательно должны быть другие люди. Можзахметов не мог платить одному Альтаеву и записывать не мог только про него. Если уж ввел учет, то по всем своим лоббистам. Судя по суммам, больших денег там не было. В приговоре говорится взятка в особо крупном размере. Но, извините меня, 50 миллионов у нас платят блогерам. Ну, по крайней мере, вменяют в вину. Что ни дело, то вымогательство на 50 миллионов. Как будто дальше считать наши блогеры не умеют. То есть из книжки Можзахметова Амирова выхватили только нужную фамилию. Я таки представляю себе, как обрадовались следователи, когда услышали на вопрос, кто это Нур, ответ Альтаев. Многие сомневаются, что такая книжка вообще есть. Я, в общем-то, нет. Как работают наши органы? Они не рисуют вещдоки совсем на ровном пустом месте. Не фабрикуют вот такие книжицы, сами не пишут, но действуют по понятиям. Мы знаем, что это было. Напомню, в мае задержали Аблая Морзахметова по подозрению в передаче взятки от брата Кайрата Буранбаева судьям за изменение смягчения приговора. Шло следствие. Обыск у помощника Морзахметова проходил, и вот тогда нашли записную книжку. А там список из зашифрованных имен с цифрами. Среди них было имя Нур и цифры 5. Каждый месяц допросили хозяина книжки Амирова. Кто это? Тот сказал, видимо, Нуржан Альтаев, и все, новое уголовное дело готово. В независимом суде подобное дело рассыпалось бы в пух и прах. Ведь есть только одна книжка и показания, как я понимаю, двух человек. Безотносительно политики это страшно, потому что так можно подставлять и оговаривать людей, которые реально ничего не брали. Позднее, господин Морзахметов, у меня с ним был разговор до его ареста. Он говорил, что если я не прекращу политическую деятельность, то меня посадят. Но дело Альтаева политическое, так же как политическое дело марафонца Жуланбаева и активиста Думана Мухаммед Карима. В этом нет сомнений в моих глазах. Давайте рассмотрим, а что за политик Нуржан Альтаев. Это человек, всю жизнь проработавший чиновником на госслужбе или около того. В 25 лет Альтаев уже стал проректором Университета Южно-Казахстанской области через год после окончания универа. Также он активист молодежного крыла партии ОТАН – образцовое начало карьеры целеустремленных молодых людей. Молодежный лидер партии власти – это как знак качества, это тот же комсомольский вожак. Потом начальник отдела в МВД и так по восходящей. На каком-то этапе он переходит в тот самый Атамикен, который, по версии следствия, лоббировал за деньги, уже будучи вице-министром. Возможно, с Мирзахметовым они были знакомы давно как земляки-шимкенцы. И логично, что он стал его заместителем. В 2017-м Альтаев достигает пика своей карьеры – вице-министр сельского хозяйства, потом вице-министр труда. Интересно, что в записной книжке транши начинаются с Минтруда. Минсельхоза – нет. Год транзита 2019, переломный для страны, становится переломным и для Нуржана Альтаева – новый этап в жизни. Он избирается в Мажелис, там становится рупором оппозиции. Бывший зам Мажзахметова, отсидевшего за хищение средств в Казахстан-Темиржилы, замечает такую беду нашей страны, как коррупция и с парламентской трибуны. Говорит о ней, разоблачает. Причем из его выступлений обычно вытекает, что виноват в этом президент. А кто у нас президент в 2019 году? Президент у нас новый. Не успел заступить, как Альтаев не взлюбил его настолько, что начал обвинять в коррупции в стране и ушел в оппозицию. Чиновники безответственны перед народом. Они больше ответственны перед одним человеком, который его назначает. То же самое с депутатами Акимами областей. Поэтому, когда президент приезжает в регионы, красят бордюры и выстилают асфальт там, где президент проезжает. А как живет народ, это чиновников мало волнует. Очень сильно доходы населения упали. Особенно в регионах обострились социальные выборы. Сидеть, делать вид, что все хорошо, красиво рассказывать о программах просто невозможно. Я не имею права молчать. И дальше по нарастающей Альтаев становится непримиримым оппозиционером. Уходит из мажелиса, из партии. Постоянно устраивает митинги. Становится таким народным уличным трибуном. За митинги его четыре раза задерживали. Я насчитала четыре задержания с приводом в полицию и арестом. Мне из этих задержаний представляются странными, необъяснимыми два случая. 5 января 2022 года и 11 января 2022 года. Это были дни Ханда-Хантара. И за что задержали Альтаева 5 января, спросите вы. За участие в митинге 25 июля 2021 года. За полгода до того. За участие на митинге в поддержку инвалидов и многодетных матерей. Закон здесь был принят президентом. И создают угрозу социального взрыва в регионах. Почему? Потому что нарушают этот закон. 6 дней 11 января, еще не выпуская его на волю и когда не прошел срока 15 суток, ему дают дополнительные 15 и тоже за митинг полугодичной давности, не за Хантар. Хантар Альтаев пересидел в СИЗО 20-21 суток. Ему повезло больше, чем Эгирим Тлеужановой, которую задержали 3-го, 2-го января 2022 года за митинг новый, а не старый. Но 6-го января молодую женщину загадочно отпустили на волю. И в итоге она теперь сидит за захват аэропорта. Странные дела. Кто-то должен был сидеть в СИЗО, но вышел и загремел надолго, а кто-то не должен был сидеть, но сидел. А если бы нет, как оппозиционеру Альтаеву надо было бы идти на площадь, выводить народ, призывать. А там под замес он мог попасть за попытку насильственного захвата власти. Головолонка. Кто-то скажет, что задержали превентивно, чтобы как раз не вышел на митинг. Тогда Альтаев такой один. Я смотрела списки задержанных в январе, могла что-то упустить, но там нет таковых, кого задерживали бы за старые митинги полугодичной давности. Даже 4 многодетные матери были задержаны в январе 2022 года за участие в митинге 4-го января, а не июля или августа. Альтаев единственный. И в итоге он попал еще в общие списки правозащитников, хотя на протест в январе не выходил. Я обычно прямо высказываю вам свои предположения, мнения, даже если они звучат неполиткорректно, поэтому не буду подмигивать и сейчас. Доведу до логического завершения свой пассаж. Все выглядит так, как будто тогда в кровавом январе невидимая рука уберегла Нуржана Альтаева от угрозы, от риска быть осужденным надолго. Его как будто спрятали в СИЗО, чтобы он не попал в огонь и не сгорел раньше времени. Так же, как Клюжанову, наоборот, кто-то как будто специально выпустил из СИЗО. И в итоге молодая женщина принесена в жертву. Меняет ли все вышесказанное тот факт, что приговор Нуржану Альтаеву политический? Нет. Нуржан Альтаев верой и правдой работал на режим Назарбаева, но встал в оппозицию к новому президенту Токаеву. Сразу после транзита ушел в публичную, такую непримиримую оппозицию. Мотивацию причин я не знаю, предполагаю, но приговор в моих глазах связан вот с этим. Новый Казахстан закручивает гайки по своей логике в интересах стабильности и сохранения страны. Старый Казахстан, как всегда, стоит в сторонке и хитро подмигивает. В 2019 году Альтаев резко пробудился. И вот итог. Вдобавок ко всему, он не может надеяться на условно-досрочное освобождение. УДО по коррупционным статьям ликвидировали. Получается, что сидеть ему придется все 10 лет. Остается надеяться, что оно того стоило. Надо быть убежденным фанатиком, чтобы идти на такие жертвы. Нельсон Мандела знал, на что и за что шел. Ленин с товарищами по партии верили. Ваххабиты-экстремисты тем более. А что должен чувствовать человек всю жизнь, мирно работавший на госслужбе и только в последние три года включившийся в политику и получивший за это 10 лет. Ваше дело политическое, вы считаете? Политическое, абсолютно. Как вы думаете, вас оправдают или у вас будет конкретный срок? Я думаю, что постараются меня посадить. В Алматы, в Турксибском райсуде, вышел на финишную прямую процесс над 11 сотрудниками КНБ. Их обвиняют в пытках во время Хантара. Тех самых пытках в аэропорту над людьми, которых привозили люди Дикого Армана. Обвинение просит от 3 до 5 лет. Потерпевшие считают слишком мягко. Трудно не согласиться с этим, учитывая приговор Альтаеву. Процесс закрытый, как всегда, когда речь идет о КНБ. 70 свидетелей, 42 потерпевших. Один из них, Ербол Оттибаев, погиб. Не выдержал пыток. Мы рассказывали, как было дело. И про задержание вот этих сотрудников КНБ, и про эти контейнеры в аэропорту, которые оборудовали под офисы, а потом там пытали людей. Мы сообщили первыми, благодаря нашим источникам. Тогда, после задержания этих 11, остальные сотрудники отдела КНБ подали массово рапорты на увольнение. Посчитали, что их приносят в жертву, а они защищали родину. И тогда руководство Комитета нацбезопасности приехало в Алматы специально на встречу. И там на собрании людям объяснили, за что арестовали коллег. Не за работу. Про пытки в аэропорту речь шла и на судах над военными, которые, прилетев в Алматы из Астаны, тоже отметились. Увидели в аэропорту задержанных, просто подошли и добавили пинков. Оттебаев лежал на земле полураздетый, и какой-то удар, пинок ногой в него, лежащего на асфальте, стал решающим, последним. Те, кто выжил, давали на суде показания, которых мы не слышали в силу закрытости суда. Но они рассказывали и Орде, и другим СМИ страшные подробности тех дней. В этот контейнер, там находились люди с засученными рукавами, в военной форме, некоторые были в гражданском. И вот эти офицеры, которые были на улице, они по очереди заходили и нас там добивали. Нас избивали очень жестоко, руками, ногами. Там все было в крови, было по колено крови. Все было, все стены были забрызганы кровью. Я тоже разговаривала с потерпевшими и адвокатами. И что хочу сказать. Несколько человек подтвердили мне на суде, как подсудимые, так и они, потерпевшие, говорили. В аэропорту в момент пыток вот всего этого ужаса находились, ходили представители прокуратуры Алматы, как минимум два прокурора. Подсудимые заявили, что два заместителя прокурора Алматы видели и знали, что происходит. Это важно. То есть они, обвиняемые, считали, что действуют легитимно, в рамках закона наводят порядок. Они требовали сначала у следствия, а потом и у суда вызвать на допрос этих прокуроров. Но в орбиту следствия прокуроры, как любят они сами выражаться, их не ввели. Вообще, обратите внимание, по Кантару осуждены сотрудники полиции, военные, КНБ, всех силовых органов. Прокуратура – единственный орган, ни один сотрудник которого не попал в жернова трагической истории. Это прокуратура – главный надзорный орган страны. Их не было в аэропорту, где происходили пытки, их не было в полиции, где происходили пытки. А где все они до единого? Были в январе 2022 года. Если прокуратура – надзорный орган, то кто надзирал в эти дни за происходящим? И вообще, кто у нас надзирает над надзирающими? Не родится ли в итоге вот такого отвода целого ведомства от уголовных дел, от следствия и даже возможности допроса? Не родится ли очередной неприкасаемый? Антикор стал ньюсмейкером, или точнее сказать, фейкмейкером недели. Борцы с коррупцией со страшной силой гонялись за топ-менеджерами нефти и газа. Сначала отраслевое издание Petro Council сообщил, 21 ноября прошли обыски и задержания топ-менеджеров в системе «Казахгаз». А именно задержали руководителя аппарата нацкомпании «Казахгаз» и председателя правления «Дочки» КАЗ «Трансгаз» ОНИМДЕР. В офисах прошли обыски, через пару часов объяснили, что дело в несоответствии документов по сдаче в аренду недвижимости компании. А еще позже на брифинге и вовсе сказали, то ли мы все перепутали, не так поняли, то ли они перепутали, но задержали топ-менеджеров не «Казахгаза», а «Казмуна» и «Газа». Вот это поворот! Представитель антикора Тлеукенов сообщил, в Мангистауской области задержан зам гендиректора Oil Construction Company дочки «Казмуна» и «Газа». Возможно, путыница возникла в связи с задержанием заместителя гендиректора ТО «Ойл Констракшн Компани» дочерней компании «Казмуна» и «Газа». Дело возбуждено за взятки, которые предназначались для беспрепятственного перечисления денег в рамках реализации инвестиционного проекта. Что? «Казахгаз» и аренда недвижимости? «Ойл Констракшн» и взятки за инвестпроект? Произошла путаница? Да вы шутите! Нет, похоже, просто отыграли назад. И в «Казахгаз» приходили неспроста. Но арест в Жанаузене тоже не шутка. «Ойл Констракшн» — это вообще-то строительство опреснительного завода в самом социально напряженном городе страны. И он может снять часть этой напряженности. Завод спасения для «Казмуна» и «Газа». Две трети жителей Жанаузена — люди из аулов. Дайте им воду, землю и гарантии, что компания будет покупать их продукцию, то, что они выращивают. И уже есть чем заняться, а не требовать рабочие места в «Казмуна» и «Газе». И тут происходят громкие аресты. Очень хочу надеяться, что большие люди понимают, что делают. Мы, как активисты, с Акимата требовали с 2016 года, в 2014 году требовали. Здесь все привозное. Вода тоже привозная. И поэтому мы требовали опреснительную. Нет сейчас. Обещали построить опреснительную. Нет опреснительной. Мы требовали в 2016 году хотя бы мини-перерабатывающий завод. С перерабатывающего завода что не уходит? Разные вещи уходят. Они не знают. Тут при Назарбаево остались коррупционеры. В том же месте работают все они. И поэтому они не хотят, чтобы Шан-Озин развивался. Сейчас они ничего не думают. Просто смотрят на нефтянку. Узимный газ. А за это 30 лет сколько предприятий здесь построили бы. Если у земной газ нефть закончится, тут никто не будет жить. У антикора должны быть чистые, незапятнанные руки, светлая голова, помыслы. А то летом на ровном месте без всяких оснований они уже проводили 4 обыска в офисе и дома у одного топ-менеджера нацкомпании. Нефтяной. Ничего не нашли, но осадочек же остался. Домочадцев, жену, детей, внуков довели до сердечного приступа. Проверка еще продолжается. Тогда это, в отличие от нынешних обысков, не попало в прессу. Поскольку я узнала поздно, а человек отказывается дать разрешение на публикацию своей фамилии, я этого делать не буду, но считаю нужным придать гласности сам факт. Борьба с коррупцией очень важна, но антикор, АФН и другие уважаемые органы не должны превращаться в опричников, которые проводят обыски, проверки, когда захотят и где захотят. Так они могут превратиться в орудие расправы с конкурентами. А в итоге этой борьбы пауков в банке страдают дело, люди, страна. И нефтяную нацкомпанию, которая должна кормить страну, спасают траншами из нацфонда. Я уже говорила про покупку Минфином, Нацбанком акции Казмунэгаза, что нам подали как нечто выдающееся, а на деле является дотацией нацкомпании. И КМГ, и Самрук принадлежат правительству, государству. Нельзя купить что-то у самого себя, просто переложив деньги из правой руки в левую. Худшее, что деньги на это взяли из нацфонда. Казмунэгаз надо было спасать. Компания никак не может выкарабкаться из ямы с тех пор, как встала перед дефолтом из-за покупки НПЗ в Румынии. И вот компанию датировали на 509 миллиардов тенге. Это подтвердилось на текущей неделе. В ноябре у КМГ вдруг появились средства. У дочерних компаний Казмунэгаза многие проекты. Из числа неосновных второстепенных не одобрялись весь год материнской головной компании. А в ноябре все они стали получать одобрения. Хотя заявки делались давно, это значит поступили деньги. Бреж заткнули. Ну и Казмунэгаз выкупил 60% доли в проекте Дунга. Нацкомпания объявила о завершении покупки акции компании Total. КМГ стала обладателем 60% акций. Дунга – уникальный проект, уникальная нефтяная компания. Обращу ваше внимание на события 2007 года. Тогда Назарбаев приказал министру нефти убрать 15 проектов СРП. Соглашение о разделе продукции. Оставили СРП только у Карачаганака, Кашагана и Дунги. Но если Карачаганак и Кашаган – это большие стратегические месторождения с огромными запасами нефти, то Дунга, по сути, средний по запасам нефти и газопроект. И по всем своим смыслам. Почему же ей оставили привилегию? Для всех так и осталось загадкой. Также мало кто заметил, что газохимический проект Нурали Алиева окончательно похоронили или, как говорят, нефтяники выкинули из списка. Это должен был быть завод по производству метанола и олефинов, якобы с инвестором из Сингапура на 1,8 млрд долларов. Сначала компания зарегистрировала проект, пыталась вернее, в свободной экономической зоне Актаусский морской порт. Но там оказались не тот газ и не та труба. Переехали в СЭС, Атырау, потом грянул Кантар. Проект пропал с повестки. А на этой неделе стало известно, что его вообще сняли из списков. Между тем, страну ожидает повышение цен на сжиженный газ. Людей потихоньку готовят к поэтапному повышению. С началом 2024 года литр газа подорожает на Петтинге. Когда точно наступит следующее подорожание, неизвестно, но повышение растянут до 2027. Первыми это почувствуют водители, которые пересели на газ, переделали свои машины или просто поставили в багажниках баллоны. За год таких машин стало больше на 300 тысяч. 300 тысяч за год. Об этом можно по этой цифре судить, насколько бензин дороже газа, а газ дешевле бензина. А после водителей все мы почувствуем, почем нынче газ. Повышением цен на такси и на все услуги, связанные с транспортом. Ну, хотя бы дефицит обещают побороть окончательно. Также со следующего года газ собираются покупать у России. То есть не собираются, это уже как факт, сообщил замминистра энергетики Жамауов. Договорились с Казросгазом о поставках с Оренбургского газоперерабатывающего завода. Фишка в том, что этот газ не будет импортным, потому что Казросгаз владеет долей в Оренбурге. Ну, хоть что-то мы сделали по уму, а не только гоняли наш газ порожняком и делили между собой миллиардные долларовые кэши. Денег нет, но вы держитесь. Помните такой мем из жизни соседней России? Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Вот как бы кто-нибудь из чиновников не заявил нам такое в порыве новой искренности. Судя по решению Сената, который одобрил трансферт из нацфонда на 6 триллионов тенге, нас ждут три худых года. Были в нашем сне толстые коровы и вот пришли тощие. Гарантированный трансферт из нацфонда в бюджет одобрен на 2024 год. 2 триллиона, 25-й 2 триллиона, 26-й 2 триллиона. В следующем году деньги нацфонда обещают пустить на, цитирую, пресс-релиз, инфраструктурные проекты национального масштаба. Что это такое в переводе на человеческий язык? Ремонт ТЭЦ теплосетей, видимо. Министр финансов сказал удрученно, что использование нацфонда – это вынужденная мера. Правительство использует деньги нацфонда из-за дорогих займов. Должно ли государство помогать людям покупать жилье? Краеугольный камень государственной идеологии, науки, политологии, всего общественного устройства – это вопрос, где начинается и кончается забота государства. На этой неделе в вечную дискуссию вступили депутаты и министр промышленности Шарлопаев. Даулет Мукаев, в прошлом известный блогер, помните такого соперника на выборах Армана Шураева, спросил министра, может ли сегодня молодая семья самостоятельно накопить 50% стоимости жилья? На что Шарлопаев как-то не по-казахстански с прямотой римлянина ответил – здоровый, работоспособный казахстанец должен работать, копить, а не надеяться на государство. Льготная ипотека предназначена для социально уязвимых слоев. Тогда Мукаева поддержали другие депутаты, тоже проявив себя как защитников бедных людей. А как вы относитесь к высказыванию господина Шарлопаева о том, что кто хочет квартиру, грубо говоря, поднимите свои пятые точки и идите зарабатывать себе на квартирах? Ну, во-первых, господин Шарлопаев, наверное, так и заработал на свою квартиру. Я не знаю, я его, во-первых, автобиографию не знаю, но я лично в Акимате, вот многие из вас, да, коллеги, я в Астане работал после вот ситуации, когда сестры Ситер, мы в Акимате ежедневно по 700, по 800 многодетных матерей приходили. Я за шесть месяцев, когда я работал именно по этому направлению, я обошел полторы тысячи квартир, то есть этих семей. Ну, ни один из них богатый не живет. Они все последние свои деньги оплачивают на такие комнатки, просто комнаты оплачивают, по 40 тысяч деньги в комнате живут многодетные семьи, понимаете? В связи с этим, я считаю, раз уж мы в Конституции прописали, что мы социально-экономическое государство, то мы должны именно придерживаться этому. Придет время, когда у нас ВВП станет более 450 миллиардов долларов, когда у нас средняя заработная плата реально вырастет до 500 тысяч деньги, когда бюджетники будут получать больше миллиона деньги, тогда, может быть, этот вопрос можно будет поднимать. А насколько еще... Сейчас нужно помогать этим семьям, потому что, получив квартиру, эта семья сейчас, они уже будут копить для своих детей, то есть в дальнейшем они могут уже не спрашивать у государства. В заключении дискуссии депутаты предложили министру тур по малоимущим семьям, чтобы, дескать, бывший капиталист, сотрудник британского сети банка, увидел, как живут простые казахстанские люди. А началось все с того, что Министерство промышленности и строительства заявило, что будет снимать с очереди на жилье 230 тысяч казахстанцев. Тех, у кого уже есть жилье или кто стоит в очереди на квартиру в одном месте, а живет или зарегистрирован в другом. Я на этом месте не поняла лишь одного, а зачем в очереди на льготное жилье вообще стоят те, у кого оно уже есть. Лично я в этом споре на стороне Шарлопаева. Это всегда легко и просто кричать, дайте людям то, дайте другое, сделать трудно. Слова на хлеб не намажешь. И потом государственная поддержка, помощь, в ней всегда заключена какая-то несправедливость. Особенно, если речь идет про молодых, молодые семьи. А кто в молодости неуязвим социально, у кого есть деньги? И тогда возникает вопрос, почему этим помогаешь, а этим нет? Вот, извините, у нас оператор Куаныш, молодой человек, ты уязвим Куаныш? Нет. Ну, вот он говорит нет, но он платит за ипотеку, у него ипотека. Он работает, пашет круглые сутки, потом зарабатывает и платит ипотеку. Архат, продюсер, 25 лет, он тоже платит ипотеку. А почему государство тогда им не даст 50% вот этой помощи и суммы их квартиры? Они тоже социально уязвимы, потому что они молодые, они не дети миллионеров. Видите, возникает такая вот дилемма. Всегда с государственной помощью. Кому-то помогают, а кому-то нет. Есть очевидные вещи, люди с инвалидностью, матеря, одиночки, многодетные, но просто молодым семьям. Тут очень трудно разобраться, кто достоин помощи, а кто должен сам поработать. На этой неделе известный экономист Алмаз Чукин выдал в Фейсбуке версию, что покупка акций Казмуна и Газа нацбанком Минфином преследует цель купить Арселор Миттл, что деньги пойдут на это. Смелая версия. Чтобы проверить ее, как я сказала, выше, мы и проверили общее состояние финансов Казмуна и Газа по открытым источникам и инсайдерским информациям дочерних компаний. Благодаря им узнали то, о чем я вам рассказала, что в ноябре у КМГ появились деньги. Закрываются и финансируются проекты, которые висели весь год, на которые уже не надеялись. В общем, деньги остаются в Казмуна и Газе. Это все-таки дотация нацкомпании, а не попытка через сложную, странную операцию, как написал Чукин, получить деньги на покупку АМТ. Берем деньги нацфонда, покупаем акции КМГ, потом продаем эти акции по IPO. А зачем тогда проводить деньги с нацфонда через КМГ? Смысл? Спросил меня один эксперт, которому я предложила эту версию. А налоговые платежи куда делись? Нет, деньги остаются в Казмуна и Газе. А Арселор Миттл покупает? Все, так как я вам уже сообщила, сказала на прошлой неделе в результате своих умозаключений. Все расходы, а это порядка 4 миллиардов долларов, покроет Нурсултан Назарбаев. Такова моя версия. И если кто-то написал мне, почему вы считаете, что он такой добренький, то я отвечу, почему тут добренький? Это и есть часть компании возврата активов. Негласная, как многое у нас. Потому что если делать гласно, получается неудобно. Надо говорить про все остальное. Нельзя сказать А и не сказать Б. Откуда эти 4 миллиарда? Почему? Почему бывший президент? Потому что Лакшми Миттл в 1995 году получил кормет по условиям 50 на 50, как работают, например, все инвесторы в Арабских Эмиратах. С тех пор он заработал, как сообщают многочисленные источники, открытые 25 миллиардов долларов. Делим на 2, получаем 12,5 миллиардов. Вот договорились, что 4 из них возвращаются в страну и вкладываются в модернизацию кормета. Но это будет не покупка, это будет вложение или возвращение денег в предприятие. Называйте, как вам нравится. А владельцем предприятия, как я вижу, станет правительство. На наших глазах происходит национализация, а не продажа. Но поскольку схему народу не могут раскрыть по политическим мотивам, один великий человек не хочет и не может терять лицо, поэтому накручивается вся эта интрига с именем инвестора. Нам начали сливать имя Лаврентьева, но я в очередной раз задаю вопрос, откуда у него 4 миллиарда. Ответ на этот вопрос, наверное, ищут и будут искать до конца ноября. Надо же как-то объясняться. Если сначала Смаилов интригующе сообщил казахстанцам, что новый инвестор казахстанский был на августовской встрече президента с бизнесом, то на этой неделе вице-премьер Скляр подогрел интригу. Решение по акционеру Арселор Миттл Тимиртау будет принято до конца ноября. Саспенс. Осталась неделя, надо потерпеть. Правительству пора снимать тизеры, ролики, вкладываться в промоушен. Там, судя по всему, вошли в азарт и хотят вызвать как можно больше интереса аудитории. Главное, чтобы шахтерам понравилась развязка. По АМТ вчера говорил министр, что еще решение не принято. А когда будут такие решения приняты по новому акционеру, так как объекты в основном-то городообразующие, люди ждут. Как я ранее говорил, до конца ноября месяца, до 30 ноября, данное решение будет принято. Должны быть подписаны все соответствующие документы между АМТ и национальным инвестором. После чего уже будет разработана программа реанимации предприятия, так скажем, реконструкции, необходимо подвергнуть ряд объектов данного предприятия. Но главная задача, конечно, это нарушение в области промышленной безопасности, потому что нет ничего важнее жизни людей. Громко на всю страну с трансляцией по главному телеканалу прошел ас. Поминки по младшему брату бывшего президента. В мечети, негласно считаемой в народе мечетью Назарбаева, с гостями из числа ярких представителей старого Казахстана. И мы там были, мед, вино не пили, журналистов орды внутрь не пустили. Но все, что важно, мы увидели. Кто там был? Дарига Назарбаева. Это ее первый приезд или первый публичный выход в Казахстане после Кантара. Вот и думай. Раньше она просто не хотела приезжать, появляться или не рисковала. А сейчас все нормально, она уверена. Среди гостей были бывший Аким и всяческий гелминистр Кушербаев, главный идеолог, автор понятия «железные руки в бархатной перчатке» Тажин, друг экс-голова КНБ Нартая Быкаев, племянник Ахмеджан Иесимов, бывший сам рук, бывший секретарь Совбеза Каэрбек Сулейменов, Калмухамбет Касымов, Нурлан Ирмикбаев, экс-министр обороны, BI-группа Айден Рахимбаев, отель Риксос Фитах Таминджи. Вот телеграм-канал, который я периодически цитирую, к сожалению, поскольку у него есть информация, поскольку он связан и контролируется явно людьми, близкими к спецслужбам. Он описал происходящее не так, как хабар, а подробнее. И в итоге происходящее стало еще более загадочным, непонятным. Интрига, зачем по государственному телевидению показали поминки? Это само по себе абсурдно, вот даже вне зависимости от всего. Поминки по телевизору. Из текста вытекает, что в Астане в Ак-Орде не было согласия по данному поводу. И сами поминки в итоге вылились чуть ли не в съезд Старой гвардии. Давайте послушаем частично пост. Обращает на себя внимание то, как в общественно-политическом пространстве Казахстана отреагировали на выход на государственном телеканале «Хабар» сюжета о поминальном обеде по случаю смерти брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Булата Назарбаева. Траурное мероприятие прошло в республиканской главной мечети в Астане. И, как утверждает ряд слухмейкеров в правительственных коридорах столицы, явное недоумение вызвал тот факт, что идеологический блок администрации действующего президента одобрил выход на государственном телеканале сюжета с этого траурного мероприятия. А самому сюжету было уделено немало эфирного времени в сводке центральных новостей, что, в свою очередь, вызвало раздражение у массового зрителя. Высоких гостей поминального обеда на второй сюжета на телеканале «Хабар» представили как соратников первого президента Казахстана. Примечательно, что приглашенные представители Старого Казахстана не столько отдавали дань уважения покойному Булату Назарбаеву, сколько своим присутствием еще раз подчеркнули лояльность и преданность первому президенту Казахстана Назарбаеву. Так, в ходе поминального обеда ни один из выступавших гостей ни разу не упомянул имя действующего президента Казахстана, занимаясь исключительно восхвалением семьи Назарбаева и самого Назарбаева как первого президента, в чем особенно отличились бывший депутат Мажелиса Куаныш Султанов и вторивший ему экс-аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, а также бывший госсекретарь Гульшара Абдекаликова. При этом пренебрежительно в адрес действующего президента Тукаева высказался хозяин мероприятия, сам Назарбаев, который призвал собравшихся помочь действующему президенту Казахстана, который, по его словам, работает в меру своих сил и ему надо помогать. При этих словах в зале раздался смех, что лишний раз говорит о том, что сам поминальный обед планировался как публичный вызов действующей власти во главе с Тукаевым, и из-за чего, по слухам, он вызвал нескрываемое раздражение уже у самого Тукаева. Но должна сказать, что этот якобы анонимный канал всегда использует известный прием под названием сэндвич. Это когда берется сверху правда, снизу правда, а между ними втирается откровенное вранье. Мне же, если сначала было интересно, кто на поминках был, то потом стало любопытно, почему кого-то там не было. Это называется значимое отсутствие бывшему спикеру Мажелиса Нурлану Нигматуллину в силу политической должности, занимаемой до Кантара, полагалось быть вроде бы. Его наверняка приглашали, не поругался же он с бывшим президентом. Возникает вопрос, Нигматуллин в Казахстане? Если нет, то что, не мог приехать на поминки? Что-то подгорает? Любимец Назарбаева, близкий к семье человек Бауржан Байбек, не мог не приехать, если бы это было в его силах. Значит, не в силах, рискованно. Как это случилось с экс-министром юстиции Бекитаевым, который прилетел из Лондона и уже не улетел. Министр энергетики Садкалиев в списке 120 приглашенных на поминки, кажется, был, но не пошел. Думаю, он еще не отошел от скандала с видео, хоть и невинным, но ведь дочери и ведь сыном Назарбаева ему хватило. Ну, старшая дочь семьи Динара Кулебаева и в лучшие годы игнорировала такие мероприятия. Она давно в Казахстане не появляется, то есть ничего значимого в ее отсутствии нет. Младшая Алия, скорее всего, не захотела в Казахстан и на поминки нужно оно ей, да и неудобно после роб суда появляться на публике. А вопросов у следствия к ней, как таковых, нет. Хорошо, когда ты член семьи неприкасаемых и у тебя есть преданная домработница. Вообще, как я понимаю, все члены семьи первого президента могут приезжать в Казахстан. Вопрос лишь в том, хотят ли, нужно ли им это, даже если умер любимый дядя. Так называемого «жена Казахстана» на поминках не было. А премьер Смаилов, почтивший похороны в Чамалгане своим присутствием, на вопрос журналистов ответил, что находился по работе в Алматы и решил отдать дань уважения бывшему президенту, как это принято у казахов. Продолжение следует... Связаны между собой два события или просто совпало, не знаю. Но даже если совпало, то символично. Не успели похоронить Болата Назарбаева, как судья Верховного суда Мейрамбек Таймирденов, близкий друг усопшего, отправился на пенсию. Добавим, наконец-то, как говорят, ушла эпоха. Мейрамбек Таймирденов по-своему легендарный судья. Его имя не золотыми буквами, но вписано в историю славной казахстанской юриспруденции. Наряду с Кайратом Мами он может считать себя архитектором судебной системы Казахстана. До своего увольнения с должности председателя коллегии по гражданским делам в 1921 году Таймирденов считался самым влиятельным человеком судебной системы. Он мог повлиять на исход любого процесса, любого решения, за исключением, конечно, политических дел, где решали уже там в аккорде. Давайте я скажу так, как выражаются на митингах. Казахстанская судебная система насквозь прогнившая, продажная. И это одно из самых страшных наследий старой системы, которая сложилась при Назарбаеве. Я подчеркну, что говорю сейчас не про политические процессы, когда суды выполняли и выполняют приказ сверху и назначают подсудимым нужное наказание. Не про заочные процессы над Кожигельдиным и Аблязом, что тоже ужасно, но это другая тема. И не про зависимость суда от исполнительной власти. Я именно про коррупцию, коррупцию страшную судебной системы. Периодически чаша переполнялась и происходили совсем уж стыдные публичные вещи. Там, внутри судейской системы, был свой клан Шапарашты, правосудие Шапарашты, как я называла это, где судья и друг Булата Назарбаева Мейрамбек Таймердена обручает орден судьей и дочери Булата Назарбаева, где судья Тлектец Барпибаев с семьей летает на частных бизнес-джетах и становится пациентом номер один коронавируса, где судьей была жена Баужана Байбека Жанарбаев, а ее лучшая подруга-судья Светлана Жуламанова обещала бизнесмену Мащенко решить в суде вопрос за миллион, и он подал на нее жалобу за мошенничество. Всю эту судейскую когорту стали чистить после Хантара, первым в июне 1922 года уволили Тлектеца Барпибаева. Он вошел в историю, надо сказать. Жанар Байбек в декрете с 1922 года в октябре 1923 освобождена. Расследование в отношении подруги жены Байбека Жуламановой повисло висиком, но она уволена по дисциплинарным причинам. Дочь Булата Назарбаева, руководившая райсудом, получившая орден, уволена. И вот ушел Таймергенов. Человеку Гумана дали досидеть до пенсии. А с ним, повторяюсь, ушла эпоха. Правосудие Шапарашты закончилось, но ушло ли бесчестное, постыдное наше правосудие? На мой взгляд, стерли самые одиозные, вопиющие черты, но морда лица осталась. Казахстанская судебная система не особо славится честностью, независимостью, коррупция, взятки, решения, вопреки букве закона. Страну то и дело сотрясают скандалы, связанные с отечественной фемидой. Еще один штрих нашей судебки – трайбализм. По крайней мере, так было до недавнего времени. Ключевые посты в Верховном суде, судах Алматы и Астаны занимали представители Шапарашты, рода первого президента Назарбаева. На этих кадрах судья Верховного суда Мейрамбек Таймерденов награждают судью Карасайского района и дочь Булата Назарбаева, Гульмиру Абишеву, высшей судейской наградой «Ушби». Ее дают, цитируем, «за особые успехи, многолетний труд, безупречную репутацию». Судьей Гульмира Абишева стала в 2006 году, работала в судах Алматы, потом Алматинской области. Любопытно, что сам Таймерденов в том же году занимает должность заместителя председателя комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан. Через год получил должность председателя суда Алматинской области. Вероятно, именно он помогал продвигаться к Гульмире Абишевой. Мейрамбек Таймерденов – шапроштинец, уроженец села Чмолган, друг Булата Назарбаева. В 80-х он обычный судебный исполнитель, но уже в независимые 90-е резко пошел вверх. Прокурор, судья районных судов, представитель одного из комитетов Минюста, потом снова судья. При этом карьеру Мейрамбека Таймерденова постоянно сопровождали скандалы. В 2008 году он – председатель суда Алматинской области. В этот год на него жалобу подает судья Нурлан Мухаммеджан-Улы. Таймерденов перевел его из коллегии по гражданским делам в коллегию по уголовным. Мухаммеджан-Улы расценил это как превышение полномочий. Жалобу рассмотрели в суде, но дело хода не получило. В 2013 году Таймерденов – председатель уже Алматинского городского суда. Тогда рассматривалось дело бизнесмена Александра Сутягинского, владельца заводов «Биохим» и «Силициум». Его обвиняли в организации убийства бизнес-партнера Михаила Горкушкина. Ясно. Ну, они в четверг будут, они как приедут. Мы сядем нам день-два, то есть я им всю информацию дам, чтобы они подготовили. Пока машина, пока там оружие, экипировка – это все подготовим. Мне вопрос, у меня вот эти только два вопроса. То есть, вот что не один, если не один, что тогда? Валим второго. 28 марта 2013 года Сутягинский получил 12 лет заключения. В августе после апелляции бизнесмену наказание резко смягчили. Судья Кульпаш Кутимисова назначила ему 6 лет условно. Сутягинский сбегает в Россию, в Казахстане он больше не появляется. В сентябре 2013-го Утимису арестовывают. Ее обвиняют в вынесении неправосудного решения. Во время слушаний она заявила, по делу Сутягинского на нее давление оказывал в том числе Мирамбек Таймерденов. Правда, до сих пор точно не ясно, что требовали от Утимисовой. То ли смягчить наказание, или же оставить прежний приговор без изменений. Работы Таймерденова на меня оказывалось давление, какое я должна была по этим делам вынести постановление. Какое решение. А потом он же сам в конституционной инстанции изменил по этим вынесенным делам мои постановления. Так или иначе, в 2014 году Утимисова получила срок. 4,5 года Таймерденов же ровно идет по карьерной лестнице. В 2019-м становится председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. В 2021 году он по собственному желанию с этой должности снимается. В пандан этого события возник резонанс. В том году экс-прокурор транспортной прокуратуры Талдыкоргана Бахыт Касыбаев заявил, сотрудники антикора, среди которых был Жаик Таймерденов, сына Таймерденова-старшего, бездоказательно обвинили его в попытке получения взятки. 30 тысяч долларов у бизнесмена. Они хотели, чтобы он взял вину на себя. Касыбаев полтора года просидел в СИЗО. Сам Мирамбек Таймерденов до пенсии числился рядовым судьей Верховного суда. Еще один скандальный шапроштинец, стальктиз Барпибаев, он бывший председатель суда Астаны, 2 июня 22 года ушел на пенсию. Казахстанцам он запомнился не в роли честного судьи, а одним из первых, кто завез коронавирус в страну. В пик пандемии Барпибаев полетел в Германию на частном лайнере, якобы на лечение. Полетел он туда попутчиком вместе со своим сватом. Предположительно, это председатель Совета директоров ТОО КАС Азот, Бахаридин Аблазимов, сын Барпибаева на тот момент один из работников посольства Казахстана в Германии, к слову. Барпибаев также близкий приятель бывшего Акима Алматы Ахмеджана Есимова. Еще одна судья из клана шапрошты Жанар Байбек, она жена экс-Акима Алматы Боржана Байбека, работала в столичном горсуде. С сентября 21 года была в декрете, в октябре этого года уволилась по собственному желанию. Резонансные дела она не вела в скандалах судебных, замечено не было, в отличие от своей подруги Светланы Жолмановой. К ней за помощью обратился бизнесмен Виктор Мащенко. По его словам, бывший Акима Тарасской области Бергей Раскалиев еще в 2009 году отобрал у него завод стеновых панелей. В 2013 году на чиновника заводят уголовные дела, в том числе и по созданию ПГ и превышению должностных обязанностей. В 2019 году суд вернул Мащенко завод, но в 2020 уже Верховный суд это решение отменил и отдал обратно предприятие Раскалиеву. Тогда Мащенко посоветовали обратиться к консультанту по разным делам. Ею оказалась Светлана Жолманова. Бизнесмен утверждает, что он отдал судья 1 миллион 180 тысяч долларов и 50 тысяч евро, чтобы она решила его вопрос. Но Жолманова сделать этого не смогла, а деньги не вернула, по словам бизнесмена. Тогда Мащенко написал на нее заявление в КНБ. В апреле 2021 года СМИ сообщали, что при обыске у судьи конфисковали 4,5 тысячи долларов в кабинете, 2,8 миллионов долларов в квартире и 600 тысяч долларов в машине. Но потом горсуд заявил, изъято только 10 тысяч долларов, остальное фейк. Здравствуйте. А домой можете отвезти? Взял распинки. А, где? Нет? Нет. Виктор у него занимался деньгами. Я все. Читаю. Вот от этого ситуация. Взял с вас распинки, но его никто об этом не просил. Виктор сказал, ну, раз ты меня познакомил, переговори, потому что... А вот здесь остановитесь, не поднимайте. А, ну да. Тяжело поднимать. Ладно. Завтра, может, он появится уже. Я уже... Ну, дихо еще. То есть на этот вариант уже... Так процеду. Сегодня с людьми в обед встретилась подушка. Такая подвижниковая девчонка. КНБ вел расследование по статье мошенничества около шести месяцев. 14 декабря 2021 года дело прекратили и направили на рассмотрение в прокуратуру. С тех пор о нем ничего не слышно и не очень понятно, что самим статусом этого дела. Саму Жулманову уволили в октябре прошлого года за дисциплинарный проступок. В четверг в Минске прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Не только международные события влияли на фон мероприятия, а также внутренние дела. Можно сказать, что на сессии произошла полемика между президентом страны-участницей Тукаевым и генсеком организации Манголита Смагомбетовым. Вообще, ОДКБ после начала войны в Украине, в Казахстане, все больше обсуждается в плоскости выходим из организации или не выходим. Не выходим, если честно. Такие резкие телодвижения в политике совершают лишь безответственные популисты. Ни из ОДКБ, ни из ЕАЭС, таможенного союза Казахстан не выйдет в ближайшей перспективе. Нет смысла даже рассуждать, выгодны они нам или нет. Нужны эти союзы или нет. Есть плюсы, есть минусы, но нельзя, как говорится, просто так взять и выйти из ОДКБ. Мы сами были у истоков создания этой организации. Мы считаем, что она работает на наши интересы, потому что все решения в рамках ОДКБ принимаются на основе консенсуса, что говорит о том, что ни одному государству не может быть навязано какое-либо решение. Еще ни одно государство в официальном порядке не обратилось в ОДКБ для того, чтобы прекратить свое членство. Да, нельзя просто так взять и выйти, даже если международная обстановка вносит свои трудности и противоречия. Я о том, что на стадии создания ОДКБ никто в Центральной Азии не видел своей задачей, задачей этой организации противостояния с НАТО. Ни политический истеблишмент, хранящий деньги в западных офшорах и банках, ни интеллектуальная элита, общество и простые люди стран нашего региона не видели и не видят в НАТО врага. Религиозный экстремизм, терроризм – вот главные угрозы, которые Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан хотели решать с помощью ОДКБ. Ну, в довесок традиционные угрозы, как выразился Токая в Минске, наркотики, оружие, трансграничная преступность, нелегальная миграция. Организация коллективной безопасности служила республикам Центральной Азии с их растущим религиозным радикализмом. Гарантий, что в случае чего никто не останется один на один с безумным нерациональным врагом. Для Таджикистана, граничащего с Афганом, даю Узбекистана гарантии ОДКБ – вообще вопрос жизни и смерти. У Армении свои интересы были, которые, как показала потеря Нагорного Карабаха, не были решены, и теперь она намекает на выход, но это просто угрозы. Армении тоже нужен союз, все еще нужен в свете ее отношений с Азербайджаном. Насчет Армении в Минске были сделаны конкретные заявления, мол, болтовня, никуда Армения от нас не убежит. Речи о том, что республика Армения выходит из состава ОДКБ, в настоящее время не идет. Работа армянской стороны в организации продолжается, ее многосторонние контакты в рамках ОДКБ проходят в рабочем режиме. Только Россия и Белоруссия мыслят в категориях холодной войны. Для них НАТО, в отличие от нас, реальный непримиримый враг. Но враг моего союзника не значит мой враг. Надо постоянно напоминать об этом. Если уж Казахстан не может выйти из ОДКБ, надо хотя бы постоянно дергивать партнеров, если их заносит далеко. Тем более, если заносит Генсека, который вообще-то гражданин Казахстана, и Манголитас Магомбетов. Он перед визитом Путина в Астану зачем-то сделал заявление в духе депутатов Госдумы России или Дмитрия Медведева. Против нас используют гибридные технологии. Создается угроза региону. Тревога-тревога. К сожалению, противостояние на глобальном уровне неизбежно отражается на региональном и даже субрегиональном уровнях, где обостряются застарелые проблемы и появляются новые. Их разрешение требует дополнительных усилий по разработке механизмов обеспечения мира и стабильности, отвечающих требованиям времени. В полной мере это касается зоны ответственности ОДКБ. Это пространство уже стало местом, где опробируются различные гибридные технологии и формируются серьезные угрозы внутренней стабильности государств-участников организации. Соответственно, здесь возрастает роль субрегионального сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, так как зачастую локальные проблемы имеют столь специфический характер, что ни одна глобальная международная организация не в состоянии ее решить. После этих слов даже квази-государственные паблики в соцсетях обозвали и Мангали, и Вангали, а Тукаев в Минске в четверг, как мне кажется, ответил именно на эти слова Тасмагамбетова. Не надо нагнетать смысл месседжа. На мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств-участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи. Из новостей по существу ОДКБ по новому измененному уставу, одобренному Мажелисом уже, расширена деятельность государств-членов ОДКБ в области биологической безопасности. О чем это интересно? Уж не о американских ли биолабораториях, про которые много лет твердят российские СМИ. Другое дополнение предусматривает досрочное прекращение полномочий генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ. Это про имманголита с Магомбетова. Ну и Казахстан перенимает пальму лидерства. В 2024 году именно Казахстан будет председательствовать в ОДКБ. Хотя вот опять же в наше время такая ответственность, такая роль может быть и не нужна была бы. Лучше отсидеться в тени. На этой неделе опять произошли громкие преступления против детей или стали известны их последствия. Страшные, стыдные случаи. По этому поводу даже нечего сказать. Просто посмотрите, что произошло. Я думаю, нам это надо периодически просто поднимать, смотреть на это и думать, что происходит, что с этим делать. 17 ноября в полицию Кибастуза поступило сообщение о пропаже Миланы Давыдовой. Как сообщили в ведомстве, ранее в этот же день мать 7-летней девочки решила поехать с детьми на выходные дни к супругу, который в тот момент был в крестьянском хозяйстве в 15 километрах от села Бескауга. Милана ехать отказалась, а затем вышла из дома и не вернулась, отмечает ее отец. Мне сообщили, что она пропала. Они сюда ко мне собирались на выходные. Приятного. Милану искали более 300 человек. Сотрудники МЧС, кинологи, водолазы и волонтеры нашли мертвые на третьи сутки. Полиция начала в очередной раз допрашивать мать. По неофициальным данным, женщина созналась в убийстве. Основная неофициальная версия такова. Девочка застала мать с мужчиной и грозилась рассказать об этом отцу, после чего первая убила ее, а любовник закопал труп в мусоре. Подозрение в убийстве несовершеннолетней. Сотрудниками полиции задержана мать ее знакомой, который по просьбе скрыл следы преступления. Задержанным дали признательные показания. По факту убийство начато досудебное расследование по части 3 ст. 99 Уголовного конца Республики Казахстан. По словам уполномоченной по правам ребенка Динары Закиевой, с начала года в Казахстане погибли уже 25 детей, 6 из которых умерли от рук близких людей. Истихают случаи насилия и халатного отношения к несовершеннолетним. 22 ноября в соцсетях о смерти 8-месячного ребенка от истощения заявили повладарские волонтеры. По их данным, остальные дети в семье, которая проживает в селе Шидерты, также на грани. А в Жамбылской области в изнасиловании школьницы подозревают 55-летнего супруга, депутата районного маслехата Галины Мороз. Девочка живет в неблагополучной семье и с 2018 училась в школе-интернате в селе Саудакент. По предварительным данным, изнасилование произошло летом прошлого года. В ноябре того же года женщина перевела дочь в интернат в Жанатасе, где узнали о ее беременности. По версии правоохранителей, не сообщив матери о случившемся, они отправили ребенка в частную клинику на аборт, оплатив операцию. Мать девочки обратилась в полицию с заявлением лишь в мае этого года. Подозреваемый в совращении ребенка арестован. Уголовные дела завели и в отношении сотрудников сферы образования, которых обвиняют в недонесении о преступлении. В то же время мама девочки в разговоре с нашим корреспондентом отказалась отвечать на вопросы. Нет, нет, до суда я пока никакие объяснения, предположения я ничего пока не могу давать, потому что я подписку давала. Ну, вы вчера по 31-му каналу подали комментарий, а мы хотели... Ну, они нам наставляли просто. С адвокатом я созванивалась, он разрешение дал. Вот. А до этого предупреждали. Пока суд не начнется, никакое интервью, никакие самообъяснения, кому ничего нельзя давать. Если обратиться к статистике, можно увидеть, количество родов у несовершеннолетних за пять лет выросло в два раза. В 2017-м с 15-18 лет рожали 3400 девочек, в 2021 году – 5800, в 2022 – 5200. Больше всего таких случаев на юге Туркестанской и Жамбылской области, а также на западе – Мангистауская и Атырауская область. Это вы откуда в этой темноте вообще взялись, сумасшедшие люди? Я вчера, когда наблюдала за твоим днем рождения, ну, конечно же, я поняла, что вы в клевер, я понеслась сюда, потому что... Так мы не в клевере сейчас! Лен, ровно... В Казахстане запустили петицию с требованием ужесточить наказание для тех, кого называют инфо-цыганами за распространение и продажу бесполезных курсов. Вот я хочу сделать такой стейтмент, сначала дисклеймер, чтобы вы поняли. Я инфо-цыган или инфо-бизнесменов, называйте, как хотите, сама не могу сказать, что уважаю, я не уважаю их, я их не слушаю, я не их последовательница, но вот таких решений и требований я не понимаю. А кто будет определять, человек продает полезные курсы или бесполезные? А те, кто покупают, у них есть свобода выбора или эти страшные инфо-цыгане гипнотизируют их и заставляют, или они им угрожают и вымогают деньги? Что вообще происходит? Мы идем в фарватере России, в России арестованы такие самые известные звездные инфо-цыгане, это Блиновская и Аяз Шабудинов. Кстати, их последователей много и в Казахстане, очень многие люди покупают у них. Вот я начала специально выяснять, что продавала Блиновская, извините, 10 шагов к успеху. И люди, миллионы покупали это, ну это же, ну это странно. И она там просто показывала, вот 10 шагов, как достичь успеха. Ну, да, надо встать утром, блин, и работать, пахать, без этого вот никак. Но у людей есть свобода выбора, покупать или нет, я не могу понять, как можно за это их арестовывать, как можно это запрещать. Люди, они что, бараны? Они что, совсем глупы у нас? Вот какая-то эта гиперопека государства. И знаете, что она мне напоминает? Дело в том, что в 2013 году я брала интервью у главного католического священника в Казахстане, у посла Ватикана. Очень интересный, образованный человек, и он для меня открыл вот такую вещь. Он сказал, что вот охота за ведьмами, да, это ужасно, но все, что мы знаем, оно многое там клише. На самом деле церковь, она вела борьбу, она, он сказал, что защищала простых людей, людей, которых обманывали шарлатаны-лекари. То есть в средневековье в какой-то момент это стало таким массовым, когда, ну, кто-то, наверное, действительно умел лечить там травками, обладал какими-то знаниями. Народные целители есть, но было также много шарлатанов. За это, разумеется, простой люд платил, и вот охота за ведьмами, охота за вот этими женщинами, которые в нашем представлении такие лохматые, с космами, в лесу что-то там варили, да, она стояла на этой заботе церкви защитить людей. Вот борьба с инфо-цыганами, она тоже, она во многом похожа с этой борьбой с ведьмами. Главное тут то, что, как и церковь, вот власти в России, а теперь уже и в Казахстане, потому что я подозреваю, что эта петиция не просто так возникла, они не то чтобы не доверяют своим гражданам, ну и не доверяют тоже, но они их считают такими инфантильными, что люди сами не могут принимать решения. Также, конечно, есть еще тот фактор, как мне вот подсказывают, что Блиновская, Шагобудинов, они в какой-то момент стали обладать слишком большим влиянием. Вот какой-то талант странный, да, у людей, что они продают свои странные курсы, а народ их вот настолько любит, что армия огромная уже, деньги огромные, ну где-то там налоги не платятся. Вот, но повторяю, определять полезные курсы или бесполезные, это должны сами люди, вот на мой взгляд. И, конечно, когда я слышу, как купившие курсы потом судятся, обвиняют этих несчастных инфо-цыган, новых врагов, да, нашего, наших государств, меня это удивляет. Ну, ты купил, а как можно определить, что тебе не додали, что ты вот чего-то не уяснил, ну, может, плохо учился. Вот я не защищаю инфо-цыгана, может быть, и защищаю. Не хочешь, не покупай. Вот. Вообще живите все богато. Независимо от Блиновской, Шабудинова. Вот. Оставайтесь с нами. Ставьте, пожалуйста, колокольчики, подписывайтесь на нас и лайки. Не жалейте свои лайки. Субтитры сделал DimaTorzok